Аньон, друзья! Добро пожаловать на обзор Galaxy Z Fold 3. Я думаю, что для тех, кто давно подписан на канал, не является секретом, что мне очень нравится концепция объединения двух устройств. Это было грамотно реализовано еще в Nokia E90, когда легким движением руки смартфон превращался в коммуникатор. Такая реализация сделала Nokia E90 очень популярным устройством. Даже спустя годы пользователи не желали расставаться с этой концепцией. И, собственно говоря, в Galaxy Z Fold 3 все то же самое, только вместо коммуникатора получается планшет. Очень радует, что Samsung активно работает в этом направлении, потому что по сравнению с предыдущей версией, а тем более с оригинальным Fold, компромиссов в использовании для пользователя почти нет. Да, раньше также было много разговоров об этой линейке, но из многочисленных обзорщиков реально пользовались Z Fold 2, разве что Эльдар Муртазин с канала Mobile Review и Женя с канала Mobile Telephone. Еще был какой-то украинский блогер из розетки, Теледроидер, уже точно не помню. Но он использовал аппарат исключительно для игр, а не как дейли драйвер. В этом же году Samsung сделал упор на то, чтобы народ покупал и пользовался, а не просто восхищался и продолжал пользоваться обычными смартфонами и планшетами. И все начинается со стоимости, которая за базовую версию на 256 гигабайт составляет 160 тысяч рублей. Напомню, что стоимость Fold 2 составляла 180 тысяч. К тому же 160 тысяч это не приговор, если сделать сортировку по цене в e-каталоге, то можно найти магазины с еще более низкой ценой. И это очень хорошая тенденция для покупателей, учитывая, что старт продаж состоялся всего несколько дней назад. При этом характеристики аппарата почти флагманские. У него топовый процессор, динамиком OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Если напрямую сравнить с Galaxy Z Fold 2, то можно увидеть и другие улучшения. Например, у новинки появилась поддержка 5G, меньше масса и более свежая версия Bluetooth. Однако количество цветовых решений осталось точно таким же, как и в прошлом году. Доступно только два цвета. Базовый черный и эксклюзивный зеленый. Также существует версия в серебре, но ее почему-то не завезли на российский рынок. Поэтому, выбирая между зелеными и черными, я остановился на последнем. Причина выбора очень простая. На зеленый было очень много желающих во время предзаказа. И я просто решил, что может возникнуть дефицит и придется очень долго ждать. Как бы там ни было, мне нравится, как выглядит аппарат в черном матовом цвете. Прошлый Fold 2 у меня также был черный, но глянцевый. Что, конечно же, было менее практично. Прежде чем подробно говорить о самом аппарате, предлагаю рассмотреть комплект поставки. Правда, тут и, честно говоря, смотреть особо нечего. Коробка простая, скромных размеров. И кроме кабеля, скрепки и документации, вы в ней больше ничего не обнаружите. Итак, сам аппарат в сложном виде представляет собой обычный смартфон. Правда, он все еще достаточно тяжелый и толстый. Вес устройства 171 грамм. А толщина что-то около 15 миллиметров. На фронтальной части аппарата Dynamic AMOLED дисплей, который защищен стеклом Gorilla Glass Victus. Кто бы что ни говорил, но оно также подвержено появлению царапин. Поэтому хорошо, что на экране есть заводская защитная пленка. На тыльной стороне, кстати говоря, также Gorilla Glass Victus. А рамка и шарнир выполнены из усиленного алюминия. Что еще немаловажно, теперь если у вас два номера, вам нет необходимости использовать физическую сим-карту и eSIM, как это было ранее. Можно просто использовать две физические симки. Это тоже, на мой взгляд, улучшение по сравнению с Z Fold 2. Блок из трех камер здесь выполнен, как и в Galaxy S21 в виде некого светофора. Диагональ дисплея в режиме смартфона составляет 6,2 дюйма. Правда, соотношение сторон здесь нестандартное. 25 к 9. Разрешение дисплея составляет 832 на 2268 пикселей, что составляет 387 ppi. Из приятных нововведений по сравнению с Fold 2 это появление частоты обновления экрана до 120 Гц. Также экран стал на 25% ярче, что очень важно, особенно при использовании аппарата на улице. Пользоваться одной рукой вполне можно. В крайнем случае можно активировать режим управления одной рукой. Набирать текст также можно одной рукой, но если у вас, например, большие пальцы, то можно увеличить размер клавиатуры. В общем, сложное видео. Это смартфон как смартфон. Нет ничего удивительного, пока его не откроешь. И о чудо! Теперь перед нами уже 7,6 дюймовый планшет. Дисплей просто великолепный, выполнен он по технологии Dynamic AMOLED с разрешением 1768 на 2208 пикселей. Многие пользователи Z Fold 2 жаловали, что им мешает фронтальная камера. И теперь она подэкранная. Да, если присмотреться внимательно, то ее все-таки можно увидеть. Но на практике во время повседневного пользования ее абсолютно не замечаешь. То же самое касается и складки. Под определенными углами выглядит это, конечно, не очень. Но при использовании устройства, когда держишь его перед собой, то складку абсолютно не видно. Ни при чтении, ни при посмотре видео вы ее замечать не будете. Поэтому не стоит переживать по этому поводу. Также как и на внешнем экране, на внутреннем, имеется защитная пленка. На Fold 2 со временем она стала отходить. Здесь, вероятно, будет происходить то же самое, потому что используется все та же самая технология. Но надеюсь, что это произойдет не очень скоро. Galaxy Z Fold 3 способен выдержать до 200 тысяч открытий и закрытий. Это очень много. Поэтому не бойтесь лишний раз его раскрыть. К тому же в этом есть некая магия, когда его открываешь и закрываешь. Мне очень нравится это делать. Шарнир здесь достаточно тугой и прочный. Поэтому аппарат можно зафиксировать абсолютно под любым градусом. Одним из важных улучшений является появление влагозащиты IPX8. Поэтому если вы попадете с аппаратом под дождь, то ничего страшного не произойдет. Однако от пыли он не защищен, поэтому брать его, например, на пляж я бы не рекомендовал. Сканер отпечатков пальцев здесь так же, как и во втором Fold 2 находится в кнопке питания. На мой взгляд, это очень практичный способ разблокировки. Поскольку я, начиная с оригинального Galaxy Note, являюсь пользователем S-Pen, то меня, конечно же, очень порадовало наличие этой опции Fold 3. Правда, если в Galaxy Note имеется отдельный паз, отдельное отверстие под S-Pen, вы его всегда можете туда спрятать, то в Z Fold 3 такого места не нашлось. И это мне, друзья, очень напомнило другую модель Samsung. Omnia i900 или, как ее еще называли, V2. Здесь аналогичная ситуация. В корпусе смартфона или коммуникатора, как его тогда называли, нет места под стилус. Но, по крайней мере, в случае с V2 стилус покупать отдельно не надо было. Он был в комплекте. Здесь же его надо докупать отдельно. Поскольку я покупал аппарат по предзаказу, то в подарок получил флипкейс с S-Pen. И, пожалуй, S-Pen это самое ценное в этом чехле. Так как сам чехол я использовать не рекомендую. Во-первых, это просто неудобно. Во-вторых, крышка чехла здесь как наждачная бумага. И через несколько дней, после того, как вы активно попользуетесь аппаратом, то на защитной пленке сможете увидеть множество царапин. Поэтому лучше купить другой чехол. Самый лучший вариант это, на мой взгляд, кожаный клип кейс. Да, в нем нет никакой возможности прикрепить S-Pen. Зато он никаким образом не вредит устройству. И делает использование очень приятным. Вот так аппарат выглядит в чехле. Использование чехла очень практично. Например, при открытии в режим планшета пальцы у вас скользить не будут. S-Pen можно носить как ручку и при необходимости использовать. Да, здесь нет всех опций, которые имеются в Galaxy Note 2 Ultra. Но все базовые вещи есть. К тому же не стоит забывать о больших размерах дисплея Galaxy Z Fold 3, который позволяет более комфортно использовать устройство для создания заметок. Или для рисования. И на мой взгляд, Z Fold 3 является отличным продолжением линейки Note, от которой Samsung отказалась в этом году. Я считаю это правильным решением, потому что изначальной особенностью Galaxy Note являлось совмещение планшета и смартфона в одном устройстве, в центре которого было управление с помощью S-Pen. И Fold 3 является тем самым идеальным решением для адептов серии Note в 2021 году. Когда нам нужен только смартфон, S-Pen лежит где-то в сторонке, мы его не трогаем, тем более внешний экран его не поддерживает. А когда нам понадобятся возможности планшета, то достаем перо и работаем с ним. Предлагаю поговорить о программном обеспечении. Работает аппарат на Android 11, новая версия оболочки One UI 3.1.1. Мне очень нравится, как здесь реализовано меню. Каждый пункт, который переходит в отдельное подменю. Это очень удобно. Также стоит отметить наличие возможности запуска приложения в режиме разделенного экрана. Причем здесь все гораздо круче, чем на смартфонах, где можно запустить только два приложения. Здесь, как и в Galaxy Tab S7 Plus, имеется возможность запустить сразу три приложения, которые вы можете перемещать, а также сохранить, чтобы в следующий раз одновременно их сразу вызвать. Например, сейчас все закрываем, заходим в Edge-панель и открываем эти сохраненные приложения. Да, еще, друзья, Edge-панель теперь имеется возможность закрепить и использовать ее в качестве панели задач. Это действительно очень круто для быстрого переключения между приложениями. Также мне очень нравится режим Flex Mode, при котором приложение отображается в верхней части, а в нижней дополнительные элементы управления. Производительность Z Fold 3 просто замечательна. Работа процессора Snapdragon 888 наряду с 12 гигабайтами оперативной памяти просто не может не радовать. Абсолютно нет никаких задержек, все просто летает. И я думаю, что даже самый придирчивый пользователь будет очень доволен. С запуском игр здесь также нет абсолютно никаких проблем. Любые тяжелые игры идут на ура. Играть на таком большом экране, конечно же, сплошное удовольствие. Продается Z Fold 3 с двумя вариантами встроенной памяти на 256 и 512 гигабайт. Стандарт ее Face 3.1. Учитывая, что в аппарате отсутствует возможность расширения памяти, я выбрал версию на 512 гигабайт. Думаю, что многих из вас волнует время автономной работы. Я тоже изначально переживал по этому поводу, но на самом деле все не так уж и плохо. Емкость аккумулятора составляет 4400 мАч. Да, это меньше, чем в Fold 2, но разница составляет всего 100 мАч. И на практике она незаметна. Меньшая емкость здесь компенсируется более энергоэффективным дисплеем. И при умеренном использовании на полноценный день заряда хватает. Также стоит сказать о поддержке быстрой 25-ваттной зарядки. От 0 до 100% аппарат заряжается чуть более, чем за час. Давайте немного поговорим о камерах. И начну я, наверное, с фронтальной подэкранной камеры, о которой так много разговоров. Ее разрешение оставляет всего 4 мегапикселя. И она прежде всего необходима для видеозвонков, не более того. Для любителей селфи имеется отличная 10-мегапиксельная камера на внешнем дисплее. Более того, Fold 2 позволяет использовать в качестве селфи-камеры основную камеру. И здесь вообще шик и блеск. Вот так это вот выглядит. Все. И можно снимать селфи на основную камеру. Что касается основного блока камер, то здесь все более достойно. Все три камеры основная, широкоугольная и телефото отлично справляются со своими задачами. И я думаю, что в Fold 3 на текущий момент установлена самая лучшая камера, которая вообще на текущий момент есть в гибких устройствах. И несмотря на то, что характеристики здесь вроде такие же, как и в Fold 2, тем не менее, сами снимки, на мой взгляд, стали значительно лучше. И хотя камера здесь уступает Galaxy S21 Ultra, в частности, здесь нет десятикратного оптического зума, только двукратный, тем не менее, фотографии и видео, которые я сделал на этот аппарат, меня вполне впечатлили. Я остался доволен и предлагаю посмотреть несколько примеров. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Едем дальше, поговорим о звуке. В аппарате имеются стереодинамики, причем звучат они просто фантастически. Такого качественного звука я еще не слышал. Это лучше, чем Fold 2, лучше, чем Note 20 Ultra. Конечно, вряд ли вы сможете оценить звук по достоинству через видео, тем не менее, предлагаю послушать, как звучат эти стереодинамики. Друзья, вы слышали звук включения жесткого диска? Очень необычно такой звук слышать в смартфоне. Ну что сказать, экран не всяческих похвал. Я уже совершил много телефонных звонков по Z Fold 3 и остался доволен. Качество передачи речи чертовски хорошее, аппарат поддерживает сети 5G. Это хороший запас на будущее. В LTE-сетях устройство работает превосходно. Качество приема сети выше среднего. И это очень важно для повседневного устройства. Итак, я думаю, что пора подвести итоги и поделиться своими впечатлениями. Несмотря на то, что это уже третье поколение, на рынке до сих пор нет ничего подобного. И уникальный Z Fold 3 заключается в том, что это и смартфон, и планшет, и уже почти без компромиссов. Я не скажу, что разница по сравнению с Z Fold 2 здесь просто как небо и земля, но тем не менее, безусловно, здесь проделана большая работа по улучшению многих параметров. То есть, революции нет, но эволюция хорошо заметна. Появление поддержки S Pen и влагозащиты расширяют целевую аудиторию аппарата и делают его более массовым. По сути, сюда бы камеру с 10-кратным оптическим зумом, как в Galaxy S21 Ultra, и место под S Pen в корпусе. Тогда бы это по-настоящему было бы идеальное устройство. Но даже без этого Z Fold 3 более чем впечатляет. На этом все, друзья. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, то поддержите его лайком, оставляйте комментарии, что думаете о Galaxy Z Fold 3, делитесь своим мнением, задавайте вопросы и главное, не забывайте, все самое интересное еще впереди. Всего доброго. До новых встреч.